Здравствуйте, уважаемые дамы и господа. Мы продолжаем наш замечательный курс. Как-то так получилось, что в прошлом и в позапрошлом цикле мы обошли недельный раздел под названием ЦАВ. В этом разделе три главы, 6, 7, 8. Сегодня мы разберем шестой параграф книги Ва и Кра. Глава называется ЦАВ. Здесь в этом слове тоже конечном слове МИЦВА. ЦАВ – это заповедуй, дай приказ, прикажи. Или удобно это переводить словом абяжи, потому что обычно после этого идет ЭТ, ЭТ, абяжи, кому-то. Итак, было достаточно интересно, если читать ее внимательно. Все видят это, правда? ЦАВ – это ААРОН, ВЕЭТ БАНАВ, ЛЕМОР. ЗОТ ТОРАТ АОЛА. ГИ АОЛА, АЛЬ МОГДА, АЛЬ АМИЗБЕЯХ, КОЛЬ ГАЛАЙЛА АТА БОКЕР, ВЕЭЙШ АМИЗБЕЯХ ТУКАД БО. Перевожу. И говорил Бог Моисею следующее. «Абяжи Ааруна и сыновей его, говоря, вот учение о жертве всесожжения». Слово «Тора» означает учение, но тот же корень, что в слове «ора», «а», «море». «Ола» буквально поднимающаяся, почему называется она так, потому что она целиком сжигалась на жертвеннике, в отличие от других жертвоприношений, от которых часть доставалась к кону, тому, кто принес эту жертву, и всем присутствующим. Мы это увидим. Итак, «аула». «Ана», «ги», обратите внимание, что в некоторых местах слово «ги» пишется словом, но читается все равно «ги». Это даже не отмечается как «кри-и-ктив», то есть те места, когда написано так, а читается несколько иначе, вот это, так сказать, в порядке вещей. Поскольку слово «ола» женского рода, мы знаем, что здесь должно быть «ги». «Ана», вот та жертва всесожжения, «аль-мокда». Что такое «мокед»? Я, наверное, спрошу, Натан, а как ты перейдешь слово «мокед»? «Мокед» вообще сильное. Да, «мокед» вообще сильное слово. Ну, можно объяснить так. «Мокед» иронии, например, это телефон, куда можно позвонить во всякий момент, я не знаю, круглосуточно они действуют или нет, вот, и они уже, скажем, перенаправляют свой звонок, да? Я думаю, что «мокед» как-то связан с «тифкудом». «Мокед» связан с «тифкудом», с функционированием, с деятельностью, но… Словарь дает интересное такое слово, значит, был сфокусирован. «Мокед» находился постоянно. Да, тоже правильно. То есть здесь смысл такой, и мы можем это просто в переводе посмотреть, что вот это вот «ула» находится на жертвеннике, в течение всей ночи, до утра, и огонь, который горит на жертвеннике, то есть как бы находится в ней, то есть она находится на огне и постоянно, да, сжигается, покуда не превратится, как мы увидим, в пепел. «Мокед» и «кукад», конечно, это коренное, вот, и то, что Натан сказал, в общем-то, тоже верно. Вот давайте Натану… Знаете, что вот этот гугл-переводчик среди фокус-очаг, костер-эпицентр, есть «средоточие». Вот «средоточие», по-моему. «Средоточие», да, хорошее слово. Правильно. Ну вот, первое слово так образно переведено, «кострище» его был сфокусирован, имеется в виду «кострище». Ну что ж, а «кукад» будет зажжен, будет гореть. Так, смотрим дальше. Гиммел, Анна, да? Да. Хорошо, вас. Так, «вылаваш акоэн мидо бат, у мехнесей бат, или баш аль басаро, в герим эт адешин ашертухаль хаэш эт аула, а ламизбэх, вэсамо эт сэль амизбэх». Я тебе понадобится помощь, пожалуйста. Получается, и оденет коэн, ну вот тут у меня в переводе написано льняную одежду, но вот бат – это одежда, а вот что-то такое… Вот по поводу «мидо», интересный перевод, да, интересный комментарий, Раши, это вы можете посмотреть. Но однокоренное слово «мадима» – это униформа, в том числе, например, военная или, скажем, врачебная, да, облачение его, получается. А слово «бад», которое в современном иврите означает не что иное, как «материя», да, здесь означает «лен», «лен», так, «одеяние льняное». В общем, перевод такой, может быть, на слове комментариев, да. «Михнесей», «михнесей», бад, но «михнес», вообще-то брюки в современном иврите. «Брюки», да, «михнесай», да, от какого слова? От слова «михнес», «михнес», «лэхиканес», «вахали», «нас», то есть то, во что вдевают ноги, да, вставляют. Вот нижняя одежда какая-то, видимо, нижняя. Да, да, что-то типа панталон, да, тоже льняное. «Илбаш аль бессаро». И наденет на тело, наденет на тело, а вот этот вот «михнесей», «бад» наденет на свое тело. То есть подразумевается, что прямо вот над тело, то есть не должно быть никакой посторонней одежды, на нем не должно быть. И снимет, Герим снимет… Герим поднимет скорее. Герим поднимет пепел, который буквально съел огонь, ну то есть огонь вот этого самого жертвы «ола», который на жертвеннике. То есть снимет пепел, который был на жертвеннике, и положит подле жертвеннике. Около жертвенника. Да, благодарю вас. Слово «дэшин», которое мы перевели как «пепел», вообще-то означает, что, давайте я вам покажу, минеральное удобрение, жир. Да, жир. Это жир «дэшин», вообще-то. Да, так и есть. Замечательно. Сейчас. Продолжаем. Кто? Наверное, я. Ну, Тимофей Тимофей. Пойдем рады. Да, прошу вас. Далет. Упашат, это бгадав, вадаваш бгадимахерим, вегутси-эт-адэшин, эль-михутс-ла-маханэ, эль-маком-тагор. Слово «пашат» знаком вам? Ну, я смотрю, перевод тут «снимет». Снимет, это верно, да. Это правильное слово для современного иврита в том числе, хотя многие говорят «горид». «Торид» с ними буквально «спусти», но правильно сказать «снять одежду пушет». Тот же, конечно, в слове «пашут». И близкое к этому просто переменной мест получается слово «типеш», «типеш» – это «прастак». Тоже слово «пашут». Те же буквы в другом порядке. Так. «И снимет эт-багадаву». «И снимет одежды его, и оденет одежды другие, и вынесет пепел наружу лагеря». «Вовне». «Вовне». «Вовне чистое». «Вовне чистое». «Эль ми куц» – это «к» – «из вне». Вот буквально так. Да, правильно, спасибо. Ирина, да, прошу вас. «...» «…го». Давайте попробуем разобраться. В огоне из жертвенника буквально расположен, имеется, говорит, в нем лотих беп. Лехабот – это известный вам? Негаснущий. Да, да. То есть негаснущий. Негасимый огонь, вечный огонь, да. В бе эр аллея акоэн. Ви эр, лево эр. Это сжигать, поджигать, да. И сжигает, и будет сжигать, да. Это коэн, ну, ветки, деревья. Дрова, поленья. Бабокер, бабокер. Рано-рано утром. Ну, здесь повторение означает, что по утрам. Каждое утро. Бе эр ах, лейла аула. А арах, сейчас я подскажу вам. Орех – это, например, текстим – это редактор. Орех-дин – это толкователь. Адвокат. Да, 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 совершенно верно. Вот. А вообще-то арах – это значит располагать правильным образом, да. И положить, расположить, алейла, имеется в виду на огне, да, потому что огонь здесь используется как слово женского рода. Вектир – это воскурять, как кторет, воскурение. И воскурить на нем хэлвей. Хэлев – это жировые отложения. Мы говорили, что определенные части туши жертвенных животных, да, сжигались на жертвеннике. Кстати, по этой причине они до сих пор запрещены в пищу, по правилам Хашута. Так. И воскурить на ней хэлвей ашламим. Ашламим. Это слово должно быть вам известно. Шалом. Да. Мирные жертвы. Так. То есть мы говорили сначала про ола жертву, сожжение. Теперь мы перешли к законам мирных жертв. Так. Хорошо. Натан, хочешь поучаствовать вам? Если можно, нет. Я сейчас немножко в другом месте. Понятно, понятно. Вычеркиваем, Натана. Я читаю. Эш тамид тукад алем збеях лотих бе. Обратите внимание, что вот это вот лотих бе у нас уже было. Теперь второй раз будет еще. Тукад алем збеях будет расположен, будет располагаться, то есть будет гореть на жертвеннике лотих бе не погаснет. Вот так. Зайн. Анна. Сейчас насчет предыдущего. Как я понимаю, речь о том, что должны быть постоянные жертвы утром и вечером, которые приносятся прям постоянно-постоянно. Постоянно, каждый день. Даже в субботу, как я понимаю, даже в субботу. И в субботу, и в празднике. Нужно было зажигать огонь и все такое. Да, да, да. В храме были особые законы. Сколько так указано, да, то даже и в субботу. Теперь, более того, когда храм был в осаде, за очень большую цену, то есть на вес золота покупали жертвы животных, у осаждающих римских, насколько я помню, солдат, да, вот, чтобы не прекращалась жертва. Одна из причин, по-моему, 17-го ава, я 17-го, 17-го тому за поста – это прекращение ежедневных жертвоприношений в период первого храма. Так, взаин. Взаин я прочитал. Да, взаин важно. Так, хотите, вы прочитайте, чтобы было… Не-не-не, извините, это я вам прочитал. Все правильно. Зотарат, амисбеха, криф, 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 ота, бней, арон, ливней, ашем, альпней, амисбех. А, минха, зотарат аминха, вот минха, это правило, это закон, это правило о… Ну, минха в данном случае хлебном приношении, минха в случае, приносит его, подносит, приближает его, значит, приносит его сыновья, потомки Аарона, перед Севышним, ну, вот тут, например, буквально к стороне, к стороне жертвенника. К лицу, да. К лицу, тут они переводят к передней стороне, потому что, видимо, разные жертвы в разных сторонах. Да, так оно и было, да. В чем что-то было выше определенной линии вот этого винца, что-то было ниже. Есть определенные законы, да, верно. Так, хэт, Симафей, да? Да. Прошу. Да, переводим. Ве-гарим, ле-гарим. И снимут. Поднимет буквально, да, снимут, можно снимут, да. Снимут с него, с жертвенника, видимо. Нет, с жертвы минха. Жертва минха мучная. Мы разбирали на прошлой неделе, что она собой представляла. Это миска с мукой, на которую сверху возлит шемен, елей, вот оливковое масло, и положен левуна, это переводят как ладан, это некое ароматическое вещество, скорее всего, ароматная смола. Окей. Значит, и снимут с него горстью. Мисол – это мука тонкая. Мисол – это мука тонкого помола. Мисол – это мука тонкого помола, минхи, мешанна. И из шемена, ее, из ее вот этого оливкового масла. Да, шемен, значит, из оливкового масла. И всю, значит, вот этот леван, ароматическая смесь, который на минхе, его скурят, значит, на жертвы минхи. Да, приятное благоухание, очевидно. Так, а вот это слово? Аскарха лядунай. Аскарата. Аскарата. Да, воспоминание, поминовение. Да, вспоминовение для Всевышнего. Да, совершенно верно. По поводу вот этого слова, кумцо, то есть его горсть, могу вам сказать однокоренное слово, вы, конечно, знаете, это камац, камац, огласовка такая, полуплюсик, да? Почему она так называется? Это тот а, который близок к о. Мы не раскрываем широко рот, как при возношении потаха. Потаха – это краткое а, но а чисто а. А камац произносится, немного сжав губы. Поэтому это а, которое немного ближе к о. В ашкенадском произношении оно, собственно, в о и перешло, или даже в у в южных говорах, да? Но здесь кумцо – это горсть его. Описывается, каким образом он должен был взять, да? И здесь разные люди, разные коины имели разный объем вот этой горсти. Но каждый брал ровно столько, сколько входило в его горсть. Если человек знал, что объем вот этой муки с шеменом и с ливаной, вот такой-то, допустим, 100 мл, он не имел права брать сосудом, вмещающим ровно столько, сколько он обычно берет 100 мл, а должен был брать именно горстью. Вот такой интересный комментарий. Да. Спасибо. Тет, Ирина. Ирина. Но тер, как нишар, оставшиеся, мимена. И оставшиеся от нее еда, а арон скушают, а арон с сыновьями мацот. Как они скушают? Да, мацот. Мацот, что это имеется в виду? Пресная, да? То есть они закупашенные, а здесь, значит, это муки, да? То есть они эту муку как съедят? Да, да, максота испеченная уже, да. Скушают в святом месте. Во дворе Ахольмуат. О, Эльмуэс. Во дворе Ахольмуат. Что это на собрание мы обычно переводят? Йохлу, а скушают ее. Да? Да, верно. Да, спасибо. Так. Ло, Те, Афе, Хамец. Хелкам, Натати, Ота, Ме, Ишей, Извините, Кодеш, Кодешим, Ги, Ка, Хатат, Беха, Ашаму. Ло, Те, Афе, Не, Испеки. Корень Алиф, Пей, Гей означает печь. Офе – это пекарь. Не, Испеки ее Хамец, то есть заквашенный. Чем заквашенное тесто отличается от неквашенного? Как раз сейчас мы начинаем повторять законы Песаха сразу после пойма. Так вот, чем Маца отличается от Хамца? Тем, что тесто для Мацы оставляют в покое все. Ну, меньше времени, чем… Да, а Хамец его замешивают и сразу испекают. Так, не испекают. Наоборот, наверное, нет. Хамец, он… А, Хамец заквашивается, а Маца испекается быстро. Что ты мне это сказал, да? Ну, наоборот, вы сказали… Извините, извините. Не, не, конечно, я помню. Мацу нужно испечь после замешивания в течение 18 минут, да? Да, совершенно верно. Я наблюдал процесс изготовления ручной Мацы. Этот процесс занимает примерно минуты 3-4. От момента соприкосновения муки с водой до выхода готовой продукции. А в случае Мацы машинной, такой вот квадратной, еще меньше. Потому что машина работает быстрее. Ну, вот так. Край – это 18 минут, так считается. Хел кам на тати. Хелек – это часть. То есть частью дал я отта ее, от огнепалимых жертв, ишай моих, да? От слова эш. От моих огнепалимых жертв. Кодыш, кодыш имни, она святая святых, как жертва хатат и как жертва ашам. Хатат – это жертва за грех, ашам – это жертва за повинность. Вот так. Прошу вас, Анна Юг-Альф. Коль Захар Бней Арон, Охелена, Хоколам Ледуротейхэм, Миэшэй Ашэм, Коль Ашэр Ига Багэм, Икадэш. Игдаш. Ну, буквально, всякий мужчина из Бивней Арон, из потомков сыновей Арона, кушает ее. Закон вечный для поколений ваших, из огнепалимых жертв Всевышнего. Так, и вот, все, что приносится к ним, будет тоже, ну, как бы, святым, ну, в смысле, отделенным от, ну, уже, как бы, принадлежащим храму, имеется в виду, не для простых людей. Тут, как я понимаю, речь о том, что именно мужского пола, то есть, сами Коэна, не их члены, их семей, там, жены там или дочери. То есть, на святом месте, только в храме, только сами пещенники. Да, и в состоянии ритуальной чистоты, конечно. Да, да. Да, верно. Так, спасибо, Тимофей, Юдбет. Юдбет, и, наверное, следующий тоже. Ну, конечно. Вайдабер Ашем Эль Моше Лемор. И сказал Всевышний Моше, говоря. Зе Курбан Агарон, Убанав, Ашер, Ек, Ригу, Ла Шем, Байон, Имашах, Имашаху Тоу, Асирит, Аэфа, Солет, Минха, Тамид, Махацита, Бабокер, Умахацита, Баэль. Угу, верно. Переводим. Значит, вот жертва Аарона и сыновей его, которую принесут, приблизят Всевышнему в день их помазания. Помазания. Имашах, да. Имашах, как Машех, да, помазания. Что такое помазание? Это знак инаугурации, то есть вступления в должность. А когда она была, мы читаем в статье в недельном разделе Шемини. Да, это нам предстоит. Да. Асирит. Да. Асирит Аэфа. Это одна десятая. Десятая часть ефы. Муки тонкого помола. Хлебной жертвы. Минха. Постоянная, видимо. Постоянная, да. Да. Значит, половина от этого утром и половина вечером. Да, да, замечательно. Что такое Эфа? Я нагуглил и нашел два мнения. По одному мнению это 24 литра, точнее почти 25 литров. По другому мнению это аж 39 с половиной литров. Теперь десятая часть, соответственно, тоже. Как называется десятая часть эйфы? Она имеет собственное название. Мы здесь не видим его. Оно объясняется это один раз. Кто-то помнит? Десятая часть эйфы называется Омер. Ага, точно, точно, точно. В Омер асирит аэфа гу. Да. Где мы это читаем? В конце головы бо. Да. В, значит, это, а не, извините, извините, это в Парашат Аман, конечно, перепутал. Парашат Аман, да. И вот тот Омер, о котором мы будем вспоминать после Песаха, да, в связи с отчетом Омера, это именно он. Это вот определенная часть, да. Так вот, такой же вот такой Омер, асирит аэфа, следовало, что, как вы прочитали, да, замечательно, так. На сковороде? На сковороде, совершенно верно. Женщина знает это слово. В масле сделай мурбехет тавиэна, не знаю. Мурбехет здесь объясняется испеченное, либо испеченное, либо, значит, сваренное в масле, то есть кипящем масле. Мурбехет тавиэна, принесешь ее, и вот слово туфинэй, в современном уровне означает бисквит, да, но Раша объясняет, что это выпеченное многократно, то есть она прошла несколько обработок. Сначала ее обваривают, да, то есть заваривают кипятком эту муку, потом выпекают в печи, а затем обжаривают в сковородке в кипящем масле. Вот такая история. А петим, что такое петим? Вот, теперь минха мы знаем, да, петим означает раскрошенный, то есть разломленный, то есть вот это хлебное приношение измельченное, это значит его дробят после этого на крохе, да, и токрив рэх нихоах лошем. Это слово петим потом вышло из этого, наверное? Да, совершенно верно, что называется петим? Токрив рэх нихоах лейлуим. Петим вермишель, по-моему, нет? Петим – это мелкие макаронные изделия, или в виде таких как бы горошин, или в виде как бы рисинок, вот такая искусственно сделанная купа. Да, крошки, на крошки похоже. Токрив рэх нихоах лейлуим. Да, принесешь рэх нихоах, приятное благоухание Богу. От Богу, да. Да, да, спасибо, спасибо. Сверху, а можно вопрос? А как могла выглядеть сковородка во время пустыни? Интересно просто. Как она могла выглядеть? Примерно как сейчас, я думаю, да? Почему бы ей не выглядеть? Это некий сосуд большого диаметра и не очень большой высоты. Может быть, она имела не плоское дно, как современная сковородка, а что-то типа ВОК. Но мы встречали в предыдущих главах, значит, да, непосредственно вот в ВАИКРА, что есть приношение мучное, как мы разобрали, приношение на сковородке и приношение испеченное. Я объяснил, что можно это понять как на противне, а можно как в глубокой сковородке. Так что, очевидно, маховат – это не самый глубокий вариант сковородки. Ну, так вот получается. Тем не менее, сковородка как есть. Какого металла наделось? Как я понимаю, железо тогда еще не... Стефалию. Стефалию, да. Скорее всего, нет, да. Ага, аутентично. Так. Теперечник, да? У нас Елена подсоединилась. Может, она почитает? Ага. Нет, 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 я не читаю. Спасибо. Ага, хорошо. Здравствуйте, Елена. Слушайтесь, да. Добрый день. И Людмила у нас сегодня есть, да? А, Людмила только соприкал. Прекрасно. Людмила, вы готовы сейчас читать? Если нет... Могу. Да. Прекрасно, да. Вот здесь вот это должно быть. Тет-ваф. Тет-ваф. Ве хак-корен хамаших тахтав мибанав ясе отах хак олам. А вот это хок, может быть, надо прочитать? Смотрите, я читаю это как хок олам. Пока меня никто не исправил. Грамматики хок похожи, потому что безударный и камаз. Да, поскольку здесь стоит вот этот вот макив, он объединяет два слова в одно. Поэтому мы воспринимаем это как хак олам, и ударение здесь подает нам. Вот этот камаз, да? Тогда безударный и закрытый слог должен быть о. Хок олам, да. Лаашем кали. Да. Токтар. Токтар. Токтар, да. Да, верно. Так. И коин помазанный. Помазанник помазанный, да. Помазанник. Тахтав. Под ним. Это вместо него имеется в виду. Да, вместо него. То есть это может быть не коин, а тот, кто не сам Ароно коин, а следующий после него. Да. И сыновей его, да. Да. Будет ему... Сделает отта ее коина. Его закон мира, ну или... Вечный закон, вечный. Вечный закон для Всевышнего. Калиль тактир. Калиль целым. Тут есть объяснение, что такого хлебного приношения не берется горсть, как мы читали чуть раньше. Из мучного приношения, да, берется горсть, да, а здесь берется... Да, а все остальное тогда идет в пищу. Но вот это приношение воскуряется целиком, полностью. Так. И также мы посмотрим в следующем стихе в отношении... Да, ты воскуришь. Да, тактир, да. Да. Так, благодарю. Тогда, значит, я читаю Токтар. Простите, Токтар, это же, скорее всего, пассив. Это она будет воскурена, какая-то там жертва. Так, да. А, конечно. Токтар. Токтар. Да, да. Да. Да, давайте так. Хорошо. Токтар. И всякое мучное возношение Коэна, оно должно быть целым. Не кушай от него. То есть, когда не просто человек приносит возношение, а сам Коэн, да, кому ему отдавать то, что осталось, да, получается, что он возьмет сам себе, но такого быть не должно, поэтому целиком все это воскурельется. Так, че честно, Юльдзайн, Анна? Да. Наверное, и сразу. Наверное, и дальше буду рад. Так, и сказал Всевышний Моше, говоря, «Скажи Аарону и сыновьям ему, вот закон о грехоочистительной жертве, кахатат. Да. На том же месте, где приносят вот эту, режут жертву Ола, зарежь и вот эту жертву хатат перед Всевышним. Вот тут сказано, святая, ну, кодышка Дашим, святая святых она. То есть какой-то она особый, прям, статус имеется, прям, вот совсем. Прямо вот так? Тут же прям ее и ежут, и тут же ее видят. Да. Так, прелестно. Анна, кто теперь после вас? Я. Давайте. Да. Ют-хэт. Нет, Ют-тэт. Ют-эт. Ха-коэн, а-мэ-хат-э-от-а, йо-х-лен-а, бэ-мак-ком-кодыш, те-о-хэль, бахат-сэр, о-эль-моэль. Переводим. Коэн, принес вот эту вот... Ха-мэ-хат-э. Принес эту вот грехоочистительную жертву. Съезд ее вместе с святом во дворе шатра-собрания. Шатра-собрания, да, да, да. Спасибо. Так, каф. Коля-шэр, и га б биф сара, и гдаш, и гдаш. Ва-эшэр, и га-шэр, и га-шэр, и гэ-зэ. Ва-эшэр, и ги-зэ. Ва-эшэр, визэ, мидама, аль-абэгэд, о-эшэр, и а-зэ, а-ле-я, тахбэ... Тахбэс. Тахбэс, бэ-мак-ком-кодуш. Давайте, попробуем разобрать. Коль ашер яга, всякий, кто яга прикоснется, бив сара, к мясу, каждый, кто прикоснется к святому мясу, к мясу ее, что ягда, то есть получит святость. В ашер язе, ми дама, яза – это кропить кровью, и который будет покроплен, ми дама, из крови. Аль абегет, ашер язе, аллея? На святые вещи. Бегет – это просто одежда. Да, на одежду, на святую одежду, да? Нет, 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 просто на одежду, которая покропили на нее, на ту одежду, на которую покропили, да, что? Лехабес бы маком кадуш. Да, лехабес – это стирать, да? Постирай вместе. На святом месте? Да, для тех, кто смотрит на записи, была маленькая техническая неувязка, мы прочитали каф-алеф, а сейчас мы его переводим. Кли – это кли, это не коль. Кли – это сосуд. А, и утварь, сосуды? Да, а что такое херес? Глина, глина. И сосуд глининый, то есть, ну, горшок обыкновенный. Ашер те ву шалько. Который готовит в нем, который готовит. Да, который был сварен в нем, то есть, в котором она была сварена. Будет, ну, сломается. И шабер, да, должен быть сломан, разбит. Ага, и если в сосуде, в глиняном сосуде… Если в сосуде нехоши – это медь. А, в медном сосуде было приготовлено, да? Было сварено буквально. И морак – это на суп прохожий. Морак, да, это действительно похоже на суп. Но смысл ле-харек, слово рейк – пустой. Будет он вычищен, будет он опустошен. И вот интересно, что раши приводят в параллель слово тамрукин. Тамрукейген, магилат эстер. Тамруким – это притирание. Средство, очищающее кожу. Вот представьте себе. Так, то есть этот сосуд надо полностью опустошить, то есть вылить и вымыть, да? Ве шутаф, по-моему. Помыть водой, но шутаф – это… Да, ле шатеф через тет – это значит мыть. Потому что то же слово через «тав» означает участвовать. Да, спасибо. Так, я, наверное, был себе последнюю фразу, да? Да. Всякий мужского пола среди коэнов будет кушать ее, святая святых, она. Нет, я ошибся. Еще одну фразу мы дадим, а не. И у нас останется чуть времени. Я скажу пару слов. Так, и всякая жертва греха очистительная, которая… Юва, было внесено. Юва выносится, ну подождите, вносится из крови, которая вносится в вот этот вот Уэль Мой, то есть в шатер собрания, для искупления в бекодаж, ну, для искупления во святилище, ну, у меня перевод в святилище, не съедается, на огне ее нужно, нужно ее сжечь. Будет совершенно на огне, да, совершенно верно. Вот мы закончили параграф шестой, он более короткий такой. Вот, если бы я выбрал седьмой и восьмой, было бы несколько длиннее, несколько дольше. Вот, и сейчас первое, что я хотел бы заметить, есть файл под названием Magillat.str, я добавлял по одной главе, по одной главе, а сейчас, поскольку уже и поле прошел, я добавил все остальные главы с пятой по десятую включительно. Я не стал особо их различать, я только отметил синим фоном слова, которые нам вряд ли понадобятся, чтобы просто вы на них не спотыкались. Это либо заимствование из персидского, либо имена действующих лиц, как правило, имена тоже персидские. Вот, и, может быть, несколько слов буквально я там отметил зеленым. Это слова, которые, возможно, вам неизвестны, но я не стал готовить словарь. Теперь, поскольку поле уже прошел, и я надеюсь, прошел у вас весело и радостно, несмотря на международную обстановку, и грядет праздник Песах. Песах – это центральный еврейский праздник. И в предыдущих циклах мы с вами разбирали множество разных текстов, и песенки, и отрывки из Пасхальной Агады. Там много интересного и много полезного. Вплоть до того, что, может быть, даже мы немножко забросили Порошата Шабо, может быть, по этой причине, а может быть, по причине Пурима, вот так получилось, что в предыдущих циклах вообще ничего нет по недельному разделу ЦАВ. Поэтому я попрошу вас, если возможно, посмотрите сами, что мы смотрели, что мы не смотрели, что есть в архиве, чего в архиве нет. Если вы подготовите мне запросы, вот давайте из Пасхальной Агады, например, разберем то-то и то-то, я с удовольствием это сделаю предписом, чтобы это было полезно. Архив, он, в общем-то, открыт. Так, ну что же, ну давайте, раз еще немножко времени осталось, вот я… а нет, этого у меня нет. Хорошо, сейчас я попробую показать вам файл Magellat.str. Вот он у меня открылся, да? Видно его? Появился он на экране? Нет, нету, нету. Взягем чуть-чуть. Не, не, подожди, тебе надо выйти из шер, открыть снова… Да? Открыть Magellat.str, сделать снова шер и показать, выбрать… Ну, если это получится, потому что у меня включена демонстрация экрана, а на экране у меня как раз вот Magellat.str. Ты не можешь переключаться между… Понимаю, понимаю, раз вы так говорите. Значит, давайте я попробую это сделать, но почему-то в прошлые разы… Первый раз, когда я просил демонстрацию, у меня включалась, а вторая демонстрация уже не включалась. Так что если нет, то нет. Так, я остановил демонстрацию, я делаю новую демонстрацию. Да, и он действительно мне ничего не показывает. Ну, ладно, значит, придется нам, не глядя на этот текст, просто поверьте мне на слово, я скажу вам несколько слов. Собственно, вот те слова… Собственно, вот те слова… Ну, давайте так, вот. Просто расскажу вам. В восьмой главе Magellat.str есть интересное слово «тахрих». «Тахрих» буквально переводится как «одеяние». Мы не используем это слово, кроме как для одеяния, не про нас будет сказано, покойника. Как называется специальные одеяния, в которых облачают тело для погребения, называется «тахрихим». Вот здесь то же самое слово, но оно означает просто «одежда». И еще одно интересное слово есть в самом конце восьмой главы – это «мит-ягадим». Понятно, что это происходит от слова «евудим». «Мит-ягадим» – это буквально «об евреялись». И если бы речь шла о полном гиюре, то, очевидно, бы использовалось другое слово. Но сказано «верабим ме амейха арец» и многие из народов земли «мит-ягадим» объяврились. Здесь имеется в виду, что стали проявлять к евреям симпатию, совершенно так открыто демонстрировать ее. «Ки нафаль пахат айудим аллегем», потому что упал страх перед евреями на них. То есть ни о каком гиюре речи идти не может. И вот сейчас я поделюсь с вами одной своей мыслью. Мысль такая, значит, я ее вынашил уже много-много лет. И пока из людей, в том числе и знающих, которым я это рассказывал, ни один мне не нашел возражения, но ни один не сказал, «Да, это известно, это написано там и там-то». Когда… Собственно, я задам вопрос. Когда злодей Аман опубликовал свой указ, когда он издал указ об истреблении евреев? Я говорю не дату, я спрашиваю, не дату, на которую он назначил истребление, а дату, когда он этот указ издал. Ниссан, 13-е Ниссана. В ней совершенно верно. Это описано в самой Могиле, по-моему, 14-го Ниссана. Да? А назначил он истребление на 13-е Адара. Адара, да. То есть впереди было почти целый год, а может быть и даже 12 месяцев, если год был високосным. Хотя нет, нет, нет. Адар, наверное, имеет в виду первая Адара. Да, или единственная Адара. В любом случае времени было достаточно. И буквально все события главные уйтились в три дня. То есть три дня евреи постились. Вечером третьего дня Эстер пригласила царя на первый пир. На следующую ночь царь не спал и приказал Аману воздать почет Мордыхаю. И сразу после этого, вечером следующего дня, второй пир у Эстер, где Аману пришел конец. Пока, значит, как только был первый указ о истреблении евреев опубликован, кто, кто собирался пойти бить и грабить евреев? В первую очередь, конечно, амаликитяне, да. Но во вторую очередь все лояльное население. Почему? Потому что приказ не говорил, что надо убивать евреев. Он разрешал евреев бить, да, безнаказанных. То есть убивший евреев в этот день не подлежал наказанию. И многие граждане, которые, в общем-то, против евреев, ничего не имели, да, собирались в этом поучаствовать. Почему? Из-за конкуренции, наверное, евреи были успешны в делах. И из-за того, что убивший евреев автоматически становился хозяином его имущества. То есть, ну, если не все, то большая часть населения, да, собиралась принять участие в погроме. И вот буквально через три дня выходит второй указ уже от Мордыхая, но от именно царя подписанной и припечатанной царским перстнем, что евреям разрешается защищаться. Да, и, как мы читаем здесь, многие мид и ягоди испугались евреев, по крайней мере, да, пошли на П-5, но уже они не собираются играть в евреи. Спрашивается, и вот проходит почти целый год, да, почти целый год под знаком того, что тот, кто рискнет напасть на евреев в этот день, который был указан первым указом, да, встретит вооруженное сопротивление, потому что все видели, что евреи уже вооружаются, да. И более того, известно, что царь на стороне евреев, и что Эстер, его жена, еврейка, и что ненавистник евреев Аман повешен, и сыновья его повешены. Тем не менее нашлись люди, которые вышли бить евреев. Кто же эти люди? Только амалекитяне. Только, да, все остальные попрятались по домам. На амалекитян это похоже. Амалек готов быть убитым сам, только бы навредить евреям, как мы это видели по первой войне с Амалеком, да. Они дожили до такого долгого срока? Ну, получается, что так, да, пройдя через глуполичное горлышко, вот, в истории... Сомнительно, что-то сомнительно. Мы пытались это выяснить с преподавателем, мы задавали ему вопросы, но, в общем, получается, что так, да. И вот эти вот амалекитяне, которых было, в общем-то, не так уж много, но насчитывается все-таки, достаточно большая цифра, да, они, несмотря на риск, да, вышли, значит, получается, что евреи убивали не просто каких-то, кто хотел поживиться, а именно амалекитян. И поэтому, да, поэтому кури может рассматриваться как исполнение заповеди и стремление амалека. Ну, вот это то, что я хотел вам сказать сегодня. Спасибо. С Божьей помощью продолжим через неделю. Спасибо. Спасибо большое. До свидания. И вон, а лучше, приходите еще, приводите друзей. Всего доброго. Спасибо большое. Спасибо. Всем счастливо. Пока. Всем счастливо.